Всем привет! С вами Александр Усольцев, и мы продолжаем нашу серию роликов совместно с комплексом экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы о том, как старые депрессивные промзоны стали вдруг актуальными кластерами, стали модными пространствами, офисами, и вдруг превратились в новые точки притяжения в, казалось бы, абсолютно заброшенных спальных районах. И вот у нас сегодня очень характерный пример. Мы находимся на Даниловском мануфактуре. Местность изначально была обречена на прозябание и разрушение, да потому что, ну, сами посудите, это за третьим транспортным кольцом, это территория, которая максимально там где-то вдоль набережной идет, напротив крупного завода ЗИЛ, территория, которая была абсолютно заброшенной, здесь был вьетнамский рынок, здесь были какие-то, ну, просто странные арендаторы еще даже в начале 2000-х годов. Выглядело все довольно депрессивно, ну, вот даже один из корпусов, он остался в таком виде не совсем доделанным. Но дальше-то, дальше нас совсем ожидает другая история, то, как район преобразовался в абсолютно удивительное место. Ну, давайте пройдем! Вот идешь так мимо вот этих старых кирпичей, старых камней, которые многое помнят, и невольно вспоминаешь, понимаешь, что Даниловка, место-то все-таки легендарное и историческое. Если уж прям с названия начинать, и с Азов, то это вообще XIII век, то есть это Данилов монастырь, его тут земли, место было, ну, далекое-далекое, окраинное еще даже в XIX веке. И считается, что первую мануфактуру здесь сделал еще в 1814 году некий купец Иван Прозорович Рыбников. Эта мануфактура бурно развивалась, но все равно испытывала нехватку рабочих рук до середины XIX столетия. Ну, а потом, в 1860-е годы, бурное развитие, и крепостное право-то отменили, и массы крестьян, просто массы крестьян отправились в города наниматься на фабрики, как-то свою жизнь на новом месте обустраивать. Ну, и, конечно, здесь все тогда расцвело. Как раз в 1867 году эту мануфактуру выкупает Василий Ефремович Мещерин, и уж он-то принимается со полной силой за развитие этой территории, оснащает здесь все по последнему слову техники и нанимает еще больше рабочих. Проходят какие-то несколько лет, и уже в начале 1870-х годов у Мещерина здесь трудится больше тысячи человек. По тем временам огромнейшее производство, закупаются станки, закупается импортное оборудование. Он ищет партнеров активно, и фабрика просто растет не с каждым годом, а чуть ли не с каждым месяцем. И уже в 1880-х годах, а конкретно в 1881 году, строятся дополнительные корпуса, и здесь уже новое правление. Это великие фамилии, такие как Кноп, Солдатенков, Щукин. Корпус Кнопа мы можем до сих пор видеть здесь при входе на саму мануфактуру. Что не церковь, то поп, что не фабрика, то Кноп. Так говорили в Москве до революции. И действительно, Кноп поставлял свое оборудование и имел интерес во многих фабриках города. В частности, вот в этой. И если до сих пор в Колпачном переулке мы можем видеть шикарный дворец баронов Кнопов, то здесь был выстроен практически целый город для рабочих. Куда мы сейчас с вами и направимся. Специально сюда приехал вечером, потому что архитектурные подсветки здесь не менее интересны. Через бывшие ворота проходной мы заходим на территорию некогда одной из самых крупных текстильных фабрик России. И не просто России. В советское время здесь фабрика была передовой. Сюда приезжал Косыгин помогать налаживать производство. Здесь опробовались новые технологии. И сейчас здесь могли бы все снести, а сделали, собственно, все, что актуально сейчас. То есть это офисы, это коворкинги, это какие-то общественные пространства, рестораны. Да, мы много про это говорили, когда я снимал ролик про флакон. Экономика вещей меняется на экономику идей. Сейчас борются даже уже не за ресурсы и территории чаще всего, а за мозги. И вот здесь в этом смысле очень логичная эволюция территории и фабрики. Интересно, что эта территория стала одной из первых реконструированных промышленных зон в Москве. Потому что в 2006 году, когда здесь начались первые работы, нигде такого еще не было. Нас вообще даже не знали, как это все переделывать. Это сейчас у нас полно вот таких хороших примеров, про что мы, собственно, и снимаем ролики. Ну а тогда как раз ориентировались на примеры Лондона, на примеры Германии, в Гамбурге. Смотрели, как там переделывались бывшие депрессивные промзоны. И здесь также попытались, во-первых, сохранить старые корпуса. Во-вторых, даже какие-то детали, которые несут абсолютно такое функциональное назначение, например, балки. Их сохранили тоже для истории, чтобы эта история напоминала нам о том, что здесь было когда-то, еще даже в 1980-х годах. И даже в названиях корпусов у нас эта история хорошо отражена. Здесь корпуса фланелевый, ситцевый, батистовый и прочее, прочее, прочее. Ряды Кнопа, ряды Солдатенкова. Не забыли здесь и про советскую историю, потому что здесь есть корпус Гастелло. А, собственно, летчик Гастелло успел в свое время, еще до войны, поработать на этой фабрике. И, конечно, память его здесь на фабрике чтили и чтят до сих пор. Вообще, Даниловская мануфактура – это такой хороший пример того, как, когда вот к такой исторической среде промышленных территорий подходишь с умом, то они также хорошо существуют в наше время, как существовали и в то, в 19-м, например, веке или в начале 20-го столетия. Вот здесь. Здесь же, когда делали всю эту территорию, особенно к началу 20-го века, когда здесь все сильно разрослось, планировали все как такой город в городе, чтобы рабочие здесь и жили, и лечились, и здесь же работали, и, ну, собственно, вся инфраструктура, чтобы у них здесь была. И сейчас, если в советское время здесь все-таки больше на фабричную сторону был упор, и рабочие уже могли ездить на общественном транспорте, который в советское время сильно развился, и можно было, ну, не в шаговой доступности жить от места работы, то в наше время здесь снова такой, как транспортный кризис, у нас пробки в Москве, поэтому здесь можно жить, потому что здесь и места рабочие, и апартаменты. И вот удивительный момент, как история идет по спирали и повторяется только в новых вариантах и в новом своем развитии. Ну вот мы с вами идем между рядами Солдатенкова. Интересно, что эту территорию в свое время предлагали даже Яндексу. Для Яндекса эта территория тогда была абсолютно неинтересна. Ну это же даже за третьим кольцом, и это далеко, и вообще тут какая-то вся депрессивная она. Тут из депрессивного остался только один маленький корпус, который где-то там в углу, до него еще надо подойти и долезть, чтобы его увидеть. Но так или иначе Яндекс отказался от этой территории, даже не приехал, точнее, смотреть на нее. Здесь в результате поселился Рамблер, который успешно здесь до сих пор и сидит. Ну а сейчас это целая там медиагруппа и не столько поисковик, даже в основном не поисковик. Это телеканалы, это интернет-проекты. Ну в общем, сами все видите. Ну а сейчас, прохаживаясь по такой хорошей плитке среди красно-кирпичных корпусов, сложно даже представить, что когда-то здесь был грязный вьетнамский рынок, общежитие и торговля. В общем, совершенно не цивилизованная, надо сказать, торговля. Все было завешено вывесками, все было хаотично. И вообще, опять же, это все могли снести спокойно. Но, к счастью, сохранили для истории, и теперь здесь не только приятно гулять, но и, я думаю, работать. Ну а мы сейчас зайдем в один из новых офисов, который здесь образовался недавно, и посмотрим, как это все выглядит изнутри. Вся Даниловская манфактура сейчас — это большие офисные пространства, это open space, как принято сейчас говорить. Если раньше здесь работали тысячи рабочих, то экономика вещей сменилась экономикой идей. И если раньше сюда приезжали бывшие крестьяне из далёких деревень, обучались чему-то новому и уходили в новую жизнь городскую, то теперь также приезжают, но обучаются уже не работать на станках, а чему-то более высокотехнологичному. И вот так удивительно история этого места идёт по спирали и с новыми итерациями повторяется и привносит что-то новое в наш замечательный город. Ну а с вами был Александр Усольцев. Ставьте лайк, подписывайтесь на этот канал. Спасибо, что смотрели, и всем пока!